16 марта. Весна очень-очень робко. О себе заявляет в Тамбове. Пока ещё прям совсем не тепло. А я бегу в школу. Дочь забыла чертёж на миллиметровой бумаге. Просила принести. Сейчас у них будет перемена. Бегу. Всем доброго. Ещё немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Субтитры подогнал «Симон»! Вон впереди школа. Конца 70-х годов постройки. Типовое такое здание. Таких школ по Тамбову было построено много. Но до сих пор ещё эксплуатируется. Хотя уже не выдерживает никакой критики, на мой взгляд. Ну вот типовой проект. Два здания соединены между собой переходом. Окна до сих пор деревянные. Только в туалетах вон пластиковые сделали, потому что сгнили совсем. Да и в спортзале, потому что очень холодно. Но подъезд к школе вот такой. Сейчас будем плыть. Ну вот обычная среднестатистическая школа Тамбова. Таких по городу не одна. Тринадцатая, по-моему, двадцать восьмая. Тоже так же выглядит. Один из педколледжей. Тоже такого же типа здания. Внутри, поверьте, СССР точно такой же, как и снаружи. Но никуда не деться. Всё, жду. Скоро звонок. Кстати, вот тут у детей проходит физкультура. Ну, когда она на улице. А вот если пройти через этот школьный стадион, вон там, есть мостик. И вообще вот за деревьями вот там протекает речка-жигалка. А дома, вот если видно, которые вот там, это уже на другой стороне речки. Так что, в принципе, тут почти набережная. Только речка уж очень... Уж очень речка вонючка. А вот если туда пройти, то там пляж Пески совсем недалеко. В общем-то, мы живём почти в зоне отдыха. Ещё бы, если бы её кто облагородил, эту зону. Ну, вот так школа выглядит со стороны. Это, кстати, второй корпус 30-й школы города Тамбова. Первый корпус находится за железной дорогой, за мостом от нас чуть подальше. Вот он, ну, тоже 70-х годов постройки. 80-х, наверное, чуть-чуть поновее. Там два здания, старое и новое. Но там более современные условия для учёбы. Хотя, в принципе, сильно между собой корпуса не отличаются. Такая среднестатистическая советская школа, скажем так. Вообще в Тамбове, честно говоря, современных зданий школ очень мало. Вот первая, которая раньше первая школа была в центре города на Интернациональной. Потом её упразднили. А сейчас построили самая модная, самая современная школа. Это за городом на севере, ну, в черте города, но на севере. В Радужном школа Сколково. Вот. Самая современная, что у нас есть. Но она единственная такая, остальные вот в таком виде. Я чуть раньше пришла. У меня 10 минут до звонка. Гуляю. Жду. Наслаждаюсь робкой весной. Солнышко пытается выглянуть. Иногда ветерочек. Ещё 5 минут и звонок. Сейчас, правда, дети редко выбегают на переменах на улицу. Слышите птички. Ну всё, чертёж я отдала. В холле, в школе такое ужасное освещение, что даже внешний вид не снять. Наверное, было не очень видно. Вот. Ну всё. Моя миссия выполнена. Иду домой. Сейчас в школах понаставили турникетов. Ну вот, загородки. Пройти в школу можно только по пластиковой карточке. И сейчас девчонки мои подошли. И мы с ними через этот заборчик пообщались. Такое странное ощущение. Пришла, проведала их. Через ограждение поговорили. За руки подержались. И разошлись. Брр. Чувство, как в тюрьме. Не успела уйти. Дочка уже вон пишет сообщение. Забери меня отсюда. Куда ты ушла? Я хочу домой. Эх, дети. Ну а город у нас и наш район. Пока что выглядит вот так. Сыро. Серо. Наверное, неуютно. Неприглядно. Наверное, сейчас все города средней полосы России выглядят так. Так, куда деваться весна? Ничего, скоро запахнет листвой. Растает снег. Город уберут. Будет немного симпатичнее. А вот та самая речка-жигалка. Сейчас растает снег. И по берегам оголится мусор. Его начнут собирать. А потом все покроется зеленью. И мусора станет не видно. А еще у нас тут зимуют уточки. Речка же не замерзает из-за сточных вод. Это она там дальше замерзает. Тут нет. И обычно уточек тут много-много. Но сегодня что-то их нет. Бывает, тут все прям усеяно уточками. Куда-то они делись. Может быть, уже улетели. Но всю зиму они тут кормились. Вон она, речка. А вон и уточки еще. И вон спят уточки. А на этом всем всего хорошего. Весны, солнышка. И хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok